Здравствуйте! На предыдущем уроке мы рассмотрели с вами принципы работы с делегатами в C-Sharp. Сегодня мы поговорим с вами об анонимных методах. Анонимные методы, они тесно связаны с делегатами, используются для создания экземпляров делегатов. Как это происходит, мы сейчас разберем. Определение анонимных методов начинается с ключевого слова delegate. Давайте это запишем. Далее идет список параметров. А вот здесь идет список инструкций. Вот так выглядит анонимный метод. Ключевое слово delegate. Вот, теперь все нормально подсвечивается. Здесь идет список параметров и список инструкций. Давайте на примере разберем, как этой конструкцией пользоваться и где она используется. Значит, вот здесь на 11 строке мы сейчас с вами объявим делегат. Это мы с вами делать умеем. На том уроке мы уже это проходили. Пишем ключевое слово delegate. Мы будем принимать метод, который ничего не возвращает. Назовем message наш delegate. И вот сюда будем ожидать список каких-то параметров. Давайте один параметр передадим строкового типа. string message. Все. На 11 строке мы с вами объявили делегат. Внутри тела метода main мы сейчас с вами создадим переменную делегата. Создадим переменную типа message. Пишем message. Назовем его handler и ей присвоим анонимный метод. Мы с вами говорили, что анонимный метод также с ключевого слова delegate начинается. Вот сюда, внутрь, мы передаем параметры. Они будут нас соответствовать вот здесь вот нашему объявлению делегата и его списку параметров. И вот здесь мы знаем, что у него должно быть еще тело у анонимного метода. И обязательно вот здесь мы должны поставить точку с запятой. В отличие от обычных методов, после закрывающей фигурной скобки мы ставим точку с запятой при объявлении анонимного метода. И сюда давайте передадим инструкцию. Вот мы видим на экран вот это сообщение. Консоль в write line и передаем вот сюда нашу переменную. message. Хорошо. Идем на 18 строчку, на которой мы вызовем данный метод, который сейчас написали. Вот этот метод сейчас на 18 строке будет вызываться. Как это сделать, мы знаем с вами. У нас есть handler, обращаемся к нему и сюда уже передаем переменную, которую он ожидает. Вызов метода с помощью делегата. Но какого метода? Анонимного. Сейчас на экране мы должны увидеть вот это сообщение. Сборка. Собираем решение. И запускаем без отладки. Вот, пожалуйста. У нас есть текст, тот, который мы передали вот сюда. Мы его получили, отлично. Все работает. Значит, что нужно сейчас уяснить с этого примера. Это то, что анонимный метод, он не может существовать сам по себе. Как мы видим, он используется для чего? Он используется для инвизиализации экземпляра делегата. Вот как в данном случае. Переменная handler представляет собой анонимный метод. И через эту переменную делегата можно вызвать данный анонимный метод. То, что мы сделали на 18-й строке. Теперь давайте рассмотрим еще один интересный пример, где анонимный метод передается в качестве аргумента для параметров, который представляет делегат. делегат. Значит, вот это вот мы уберем. А на 11-й строке наш делегат мы оставим. Все. Вот он есть. Теперь давайте вот здесь, в классе программ, после метода main, вне метода main, создадим еще один статический метод, который будет ничего не возвращать и который будет принимать два аргумента. Первый аргумент будет обычный строковый аргумент, любая строка, а второй аргумент будет являться переменной типа message. Давайте посмотрим, как это выглядит. Значит, создаем статический метод. Раз он ничего не возвращает, пишем void. назовем его show message. Показать сообщение. И сюда будем передавать два аргумента. Значит, первый аргумент, мы сказали, это будет обычная строка. Передаем строковый аргумент. А вторым аргументом будем ожидать переменную типа message. вот здесь будем вызывать анонимный метод, который покажет нам на экран наше сообщение. Вот таким образом создали статический метод, который аргументом принимает в себя делегат. Давайте посмотрим, как его вызвать. Идем в тело метода main и вот здесь вызываем show message. Он ожидает от нас два аргумента. Первый обычный строковый. Сейчас ему передадим. Давайте строчку hello напишем. А вторым аргументом передадим уже делегат. Мы знаем, что он у нас должен принимать сообщение. Переменная типа message ожидает от нас строковый аргумент. Вот сюда мы его и передаем. Открываем тело метода и на консоль вводим сообщение. Вот таким образом анонимный метод может являться аргументом другого обычного метода. Давайте проверим, как это работает. Соберем решение и запустим программу. Вот мы видим, на экране результат вывелось то сообщение, которое мы ждали увидеть. Сейчас мы передали анонимный метод в качестве аргумента. Такое тоже может быть и сейчас мы с вами научились это использовать. Первое, что нужно запомнить с данного примера, это то, что если анонимный метод использует параметры, то они должны соответствовать параметрам делегата. Вот здесь, пока мы не передали строковый аргумент mess, мы видели красное подчеркивание, говорящие о том, что у нас есть какая-то ошибка. И второе, что нужно понять, если для анонимного метода не требуется параметров, то скобки параметров опускаются. Это мы с вами здесь еще не видели, сейчас мы это разберем. Так, вот этот метод нам больше не нужен. Его уберем. Оставим наш делегат на одиннадцатой строке. Show message нам больше тоже не нужен. Убираем. Значит, давайте разберем то, что мы сейчас проговорили, как опустить вот эти скобки с параметрами, даже если при объявлении делегата от нас требуется передать строковый или какой-либо еще аргумент. Сейчас на четырнадцатой строке я создаю переменную типа message. Другими словами, создаем переменную делегата. Также назовем ее, как и в предыдущих примерах, handler. И присвоим ей анонимный метод. Как мы сказали, мы сейчас не передаем никаких аргументов. Но точку запятой после закрывающей скобки мы должны поставить. Это, как правило, которое нужно знать, что после обычных методов мы никаких точек запятой не ставим. Вот здесь, как после закрытия тела метода main нет никакой точки запятой. То есть, если вы используете анонимный метод, то здесь обязательно от вас компилятор будет ожидать точки запятой. Дальше. Дальше. Внутри тела анонимного метода мы выводим на экран, пишем команду, которая выведет нам на экран сообщение. Давайте так мы напишем, анонимный метод. Вот таким образом. А теперь вызовем этот анонимный метод и посмотрим, что у нас получилось. Значит, если я напишу вот так вот, вызову хендлер без аргументов, я вижу ошибку. Почему? Потому что на одиннадцатой строке мы объявили делегат, который ожидает от нас строковый параметр. Давайте ему передадим любой строковый параметр. Пишем строку. Любую. И у нас исчезает ошибка. Казалось бы, сейчас мы хотим увидеть на экране hello world. Но так как вот этому делегату, переменной типом message, мы присвоили анонимный метод не принимающих никаких аргументов, hello world не дойдет до вывода. Мы увидим на экране сейчас анонимный метод. Так, отладка, запуск, безотладки. Вот, пожалуйста, анонимный метод. На восемнадцатой строке мы вызываем вот этот метод. Раз он не принимает никаких аргументов, то все, что мы передали выше, теряется. Все, что есть в теле анонимного метода, вот этого сейчас я выделю, то и будет выводиться на экран. Значит, давайте еще раз повторим. Если анонимный метод содержит параметры, то они обязательно должны соответствовать параметрам делегата. Это было в предыдущем примере. Есть второй случай, который мы рассмотрели сейчас, что анонимный метод вообще может не содержать никаких параметров. В таком случае он будет соответствовать любому делегату, который имеет тот же тип возвращаемого значения. Вот это важно. А параметры он может себе не принимать. В таком случае все параметры, которые вы передаете при вызове делегата, будут исчезать. Они будут теряться и будет работать только то, что мы прописали в теле анонимного метода. Сейчас мы разберем следующий пример, который нам покажет, что параметры анонимного метода также не могут быть опущены, если наш делегат будет возвращать какое-то значение. Вот здесь вот void давайте мы с вами заменим на какой-нибудь тип, который будем возвращать. Например, int. Изменим имя нашего делегата, назовем operation и вот сюда передадим ему два аргумента типа int. int x и int y и ожидает наш делегат, чтобы мы вернули ему тип int. давайте объявим переменную типа operation только что созданного делегата и с помощью анонимного метода вернем вот сюда значение. Обязательно ключевое слово delegate. Так, здесь у нас тело метода. Нам сейчас подчеркивается все красное. Почему? Потому что мы не вернули никакого значения, еще аргумент не передали. Значит, передаем, ожидаемые аргументы, прописываем, какие будем ожидать и возвращаем значения. Пусть это будет сумма двух вот этих вот int перемен x и y. Теперь на 18 строке мы создаем с вами переменную, в которую вернем значение вот этого вот, работа вот этого метода. 4, 5 передадим и давайте увидим результат на экране для этого консоль в write line и вот сюда выводим d. Вот мы получили то, что и ожидали увидеть. Значит, при таком случае, в такой ситуации опускать вот эти вот аргументы, вот они выделены сейчас, их нельзя опускать. В каком случае? В том случае, когда метод, который мы передаем в делегат, возвращает значение. Не только int, это может быть любое значение, кроме void, которое мы пишем, и float, и double, decimal. Все значения, которые мы можем вернуть, если они есть, то мы аргументы опускать не имеем права, это будет ошибка. В данном случае мы с вами получили результат, сумму вот этих чисел. То есть метод успешно без всяких ошибок отработал. Сейчас мы с вами рассмотрим еще один пример, который показывает, что анонимный метод имеет доступ ко всем переменным, определенным во внешнем коде. Для этого, чтобы в этом убедиться, мы должны объявить эту переменную во внешнем коде. Давайте объявим z, присвоим ей какое-то значение, это будет восьмерка. То есть эта перемена не имеет никакого отношения к нашему делегату, к нашему анонимному методу. Но, тем не менее, вот сюда я могу получить значение z и еще приплюсовать его к моему результату x и y. И тогда, когда на девятнадцатой строке у меня будет вызываться анонимный метод, он получит вот сюда еще и значение 8. И его сложат с девяткой, мы получим 17. Давайте в этом убедимся, посмотрим, что это действительно так. Так, собираем решение и запускаем наш проект. Вот, пожалуйста, 17. То, что мы ожидали, то мы и получили. То, что мы с вами сказали перед этим примером, мы с вами проверили и убедились, что это делать действительно можно. Это мы разобрали. И теперь давайте поговорим о самом главном. В каких ситуациях используются анонимные методы, зачем они нужны и зачем все, что мы сейчас рассмотрели, можно использовать в работе. Для чего? Значит, первое, зачем они используются. Они используются тогда, когда нам нужно определить какое-нибудь однократное действие. Что значит однократное действие? Это действие, которое не используется нигде, кроме одного раза там, где мы пропишем. Оно не имеет много инструкций и нигде больше одного раза не используется. Вот в таком случае бывает иногда выгодно ряд инструкций обернуть в анонимный метод и вызвать этот анонимный метод на определенной строке, там, где нам это нужно. И второе, такие методы используются для обработки одного события. И по большому счету больше нигде вы их применять никогда не будете, они нигде не применяются. Значит, тема легкая, не сложная. Домашнее задание к этому уроку будет в описании под этим видео. Если остались какие-нибудь вопросы, вы можете задавать их в комментариях. На этом все. И давайте до следующего урока. Продолжение следует. caval